Снова здравствуйте, дорогие мои. На улице достаточно светло, на балконе у меня достаточно тепло. Есть коробка с телефоном, есть свободная минутка. Почему бы не познакомить вас с этим телефоном поближе? Некоторое время я с ним походил, и теперь некоторые вещи могу о нем рассказать. Что это за телефон? Это Lenovo Vibe P1, а в данном случае это C58 версия. Есть еще 72, она будет немножко отличаться, чуть помощнее сам по себе телефон. И есть NFC, но она стоит на 1500 дороже, и 58 у меня есть в наличии. Если они вам нужны по цене продавца, я вам их отправлю. Вы доплатите только за пересылок. Это почта России, 300 рублей просто, либо 700 рублей, если это дело с курьером. А в данной упаковке, да, золотой цвет, задняя крышка золото, спереди вот эта часть тоже золото, сбоку золото. Далее, что у нас есть? Кабель и зарядка. Дополнительно продавец кладет в подарок силиконовый бампер, на самом деле гадость та еще, и переходник на адаптер. Переходник тоже гадость та еще, помимо прочего, очень интересный момент. Видно, да, то есть это у нас зарядка, которая подходит для телефона, который поддерживает функцию Quick Charge. Быстрая зарядка. Очень интересный нюанс, да, то есть вот я решил замерить, сколько в него влезет, как долго он будет заряжаться. Посмотрите, что вышло. Видите, да, то есть я очень сильно удивился, полез в настройки телефона. Думаю, ну, наверное, тут не 5000 мА, открыл Аиду. Нет, 5000. Я подумал и поставил на зарядку простым адаптером, да, 1 А. 5 Вольт, 1 А. Видите, что получилось. Да, то есть на самом деле 5000 мА есть, ну, просто надо заряжать более простеньким адаптером. Значит, что это такое, да, это мой любимый чехол-кошелек, он мне очень сильно нравится. Похоже, молодого дермантина, наверное. Я уж не знаю, может, кого-то другого. Да, то есть есть у нас три отделения для банковских карт, есть магниты, которые все это дело держат, есть один отсек сюда, да, до 5000, видите, абсолютно без проблем вмещается. То есть я обычно делаю следующим образом. Кэшкада есть, вот я вот там раскладываю. Здесь у меня документы от машины. Все это дело, оп, и аккуратненько все там лежит. А с этой стороны у меня прячется телефон. Очень удобно, очень практично, ну, и по цене достаточно недорого стоит. Значит, в данном случае это серебристый телефон. А видите, у него отличие спереди он черный, сзади он серебристый. У телефона есть особенность, можно включать его двойным тапом. Два раза нажали на экран, он включился. Два раза нажали, по идее он выключится. Есть что интересное. Если навести его на себя, то он разблокировался. Сейчас почему? Он увидел вот этой камеры, мое лицо. Мое лицо у него есть в памяти, поэтому он снялся с блока. А есть интересная фишка, то, что, например, ездите вы в машине, работает у вас там блютуз гарнитура. Вот пока эта блютуз гарнитура находится рядом с телефоном, он не будет блокироваться. Можно то же самое сделать, например, в географии. То есть вот в этой точке, в офисе, либо дома он у вас блокироваться не будет. Вариант номер два. Вы прислоняете палец. И он считывает сканер отпечатка пальца и опять же разблокируется. Ну, вариант номер три. Графический ключ, либо, ну, стандартный пин-код. А также есть у него очень интересная функция. Приключение в безопасную зону. Сейчас я пин введу. А в безопасную зону вы настраиваете сами. И здесь находится ровно то, что вам не жалко, не страшно. Вы в любой момент можете дать. Не знаю, там, жене, коллеге по работе. То есть вы нажали, все, никто ваш WhatsApp не почитает, ничего не увидит. Возвращаемся обратно в открытую зону. Ну, вернулись. Камера. Камера достаточно хорошая, достаточно интересная. 13 мегапикселей. Думаю, ну, на щелку достаточное количество фотографий сделается. Ролик, в котором будет что-то рассказано, может быть, про них. И будет ссылка, где вы сможете посмотреть оригиналы фотографий и понять их реальное качество. Поэтому давайте про фото говорить сейчас не будем. Продолжим дальше. Есть GPS-тест. Ну, я нахожусь прям не у самого окошка. Я нахожусь посередине своего балкона, который имеется на рам на остеклении. Но при всем при этом он достаточно бодренько цепляет, да, 15 спутников. Держит их. Точность 66. Ну, достаточно неплохо. Нормально все это дело держится. Что еще мы можем посмотреть? Давайте посмотрим такую вещь, как громкость, да. То есть в чехле все-таки, например, Asus я периодически бывал и не слышал. А здесь, ну, давайте посмотрим скачанные треки. Через два месяца Новый год. Все куда-то поедут. Кто-то в Таиланд, кто-то в Доминикану. Ну, а кто-то на жопе с горки. В общем, мое мнение, достаточно громко звучат здесь мелодии, звуки. С горки, кстати, вчера с Владимиром Михайловичем катали. Взяли для него ватрушку специальную. Он был, по-моему, доволен. А, значит, что у нас еще есть? Что можно еще посмотреть в телефоне? Это так прямо вот даже навскидку не знаю. Есть интересная функция. Видите, вот эту кнопочку. Кстати, у нас тут грязь какая-то. Вытираем. А при включении вот этой кнопки включается режим под названием экстренный режим. Что происходит? Убираются все цвета. Там яркие, красивые и так далее. Становится, видите, вот темненько. Простенько. Часы. Телефон, контакт, смс. Все. Никаких. Ватсапов, скайпов. Ничего абсолютно. Ни вай-фаев, ни мобильного интернета. Ничего нет. Эту Nokia 3310. Но более красивую. А чем хорош? Да, надо сэкономить аккумулятор. Включили все. Он максимально долго сэкономится. А не хотите ночью, чтобы у вас там что-то пилякало о том, что там в какой-то группе в WhatsApp кто-то что-то написал. Включили, забыли. Включаем обратно. Все опять ярко. Все красиво. Все симпатично. Что мы еще здесь можем посмотреть? Что нам здесь может быть еще интересно? Ну, интересно нам может быть... Как бы вот отсюда не убирается. Не убирается. Видно, нет вообще. Значит, у меня стоят две симки. Ну, симки какие здесь влезают? Это nanoSIM. Да, размер самый маленький. А у меня Beeline, у меня MTS. Обе сим-карты без проблем показывают 4G. То есть 4G интернет, проблем никаких. Давайте посмотрим. А вот, например. Проверить скорость интернета. Нажимаем. Измерить. А в данный момент интернет раздает у меня Beeline симка. И, значит, тут 8.15 он показывает максимальное входящее соединение. Мегабит это 1 мегабайт. Что, 1 мегабайт в входящей скорости? 15.36 мегабит это 1.92 мегабайт. Ну, давайте еще раз измерим. Копала связь с сервером. Давайте еще раз. Да, вот повторно. 9.23 против 12.85 исходящей. А, значит, у этой модели памяти 16 гигабайт встроена. Кажется, мало. Но у нее есть отдельный слот для карты памяти microSD и есть поддержка до 128 гигабайт. То есть вы один раз ставите карту 128 гигабайт и прекращаете экономить. Полностью прекращаете экономить вашу память. Фотографируете, снимаете что угодно. 128 гигов, ну, я не представляю себе, как можно заполнить. Кстати, на карты памяти рекомендуем Mixer. Они, к сожалению, сейчас, правда, дорогие. Но после 6 ноября они снова вернутся в нормальное русло. Будут стоить нормальных денег, да. Карты очень хорошие. 10 класс. То есть, ссылку в описании положу. Некоторые говорят, что экран недостаточно яркий. Такий сложный вопрос. Мне, в принципе, ну, хватает яркости экрана. Каково будет вам? Ну, это субъективная все-таки такая штукенция. Было бы неплохо, чтобы вы написали, что вы хотите узнать о этом телефоне. То есть, какие тесты вы хотите, чтобы я на него провел. Я постараюсь это сделать. Как минимум, там, либо ответить, либо сделать видеоответ. А еще раз, этот телефон будет регулярно у меня находиться в наличии, если он вам нужен. Цена продавца плюс стоимость пересылок я вам отправляю. Пишите мне в ВКонтакте. Как бы мы договоримся. Заходите в группу ВКонтакте, опять же. А ссылка есть в описании. Смотрите обзоры. Оставляйте свои, да. Там какие-то некоторые розыгрыши происходят. Участвуйте. Ну, и, собственно говоря, оставляйте ваши там пальцы кверху, пальцы книзу. В зависимости от того, понравилось вам или нет видео. Делитесь комментариями. Ну, и до скорых встреч. Всем всего. Подосвободилось у меня несколько минуты познакомиться с теленовым. Телев-телев-теле. Снова здравствуйте. Пришло время поближе познакомиться с новой моделью телефона, которая находится у меня регулярно в наличии, и отправляю ее по цене продавца. Ну, естественно, плюс пересыл.